Лучший командир отряда. Званию достоин командир отряда школьный дозор СОЖ номер 3 Дмитрий Кондрашичкин. Отмечены как физическая подготовка, так и знания теории. За какие правонарушения могут поставить подростку на учет в подразделении по делам несовершеннолетних и чем это грозит подростку? Может быть, кражи могут поставить на учет. Чем это грозит? Это, во-первых, поставить на учет, во-вторых, занесут в личное дело пометку об этом. То есть какие-то должности, какие-то профессии будут закрыты из-за этого. Конкурс «Юный помощник полиции» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, повышения правовой культуры среди старшеклассников. Несмотря на то, что на региональном уровне он уже в четвертый раз, в Маршанске это дебют. Это было связано с тем, что буквально в прошлом году мы начали работу по формированию отрядов в образовательных организациях. И поэтому по условиям положения регионального конкурса мы обязаны провести муниципальный этап. И вот сегодня мы этот муниципальный этап проводим. Участники – ребята, которые планируют по окончании школы связать свою жизнь с работой в силовых структурах, поступать в высшие учебные заведения ОВД МЧС, посвятить себя служению Родины. «Юный помощник полиции» – конкурс многогранный. «Стоит из нескольких этапов. Команды, которые выставили сегодня наши общеобразовательные организации, всего заявлено в конкурсе четыре отряда юных друзей полиции. Это общеобразовательные организации второй школы, оба корпуса третьей школы и второй корпус гимназии. Команда насчитывает восемь человек. Это юноши-девушки старшего школьного возраста, 15-17 лет, возрастная категория. Наш отряд – агенты полицейской безопасности. Наш девиз – сто раз круче, чем ФСБ, отважный смелый агент АПБ. Наши креты. Всегда смотрим смело в лицо опасности. Агенты полицейской безопасности. Этот отряд – агенты полицейской безопасности. Представляет второй корпус гимназии. Задание – визитная карточка. Членами жюри оценивается творческая составляющая, соответствие теме исполнения. Знание законов, конституции – это уже следующие этапы конкурса. Физическая подготовка всех восьми членов команды также в программе конкурса. Два метра семьдесят восемь сантиметров – это один из лучших результатов конкурса. Подтянулся Дмитрий 22 раза. Говорит, могу и больше. Регулярные тренировки свои результаты приносят. Я периодически на выходных, когда выпадает время, бегаю, кроссы, хожу на лыжи сейчас зимой. Так, иногда у меня дома есть гиря, и просто у меня во дворе стоит турник. Занимаюсь периодически. Вуз МВД. Выбор одиннадцатиклассника твердый. По примеру, отца. Я планирую поступать в институт полиции в городе Белгороде. Почему отец такой же был? У меня там отец отучился только что буквально, получил высшее образование. И вот я поступал отца, иду тоже туда. Что должен уметь издать современным? Он должен уметь принимать решения в сложных ситуациях. Это в первую очередь. Во-вторых, он должен быть достаточно ознакомлен с уголовным кодексом и прочими кодексами вообще, с правами человека и так далее. Ну и быть, понимать людей, разбираться в ситуациях, а не как иногда происходит, что делать скороспешные выводы. Дмитрий сейчас скороспешных выводов старается не делать. Каждое решение обосновано. К делу подход серьезный. И как закономерность звание лучший командир и победа в муниципальном этапе конкурса юный помощник полиции. Команды СОЖ номер 3 школьный дозор и второго корпуса гимназии агента полицейской безопасности показали лучшие результаты. Им путевка на областной конкурс, который состоится 14 февраля. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.